всем добрый день приветствую вас на своем канале сегодня приехала на дачу поработать и оценив объем работ на весну решила сформировать вот этот куст для начала вот этот куст кем он только у меня раньше не было и без фамильным лаймлайтом в конце концов оказалась грандифлора вот с него и начну сегодняшнюю работу если смотреть на куст сверху то он имеет вот такую внутреннюю часть множество толстых стволов потому что куст старый ему около 10 лет и вот сейчас по мере возможности вот сама снимаю сама стригу будем вместе с вами формировать его начнем вот с этой ветки вот ее основание вот она была подстрелена нижняя ветка была удалена и оставляла вот такой побег в прошлом году оставляла две развилки и вот эти ветки дали вот такие то тонкие побеги поэтому я думаю что их надо все удалить даже если я вот удалю вот здесь предположим то очень низко от земли и они пойдут и мне не хочется чтобы они были вот вот так вот не хочется сформировать вкус чтобы он был более компактный поэтому я отрежу вот сначала вот так вот так вот здесь вот получается у нас могут проснуться почки если здесь не проснуться потому что здесь уже было когда-то обрезано то у нас вот здесь еще есть запасные варианты и в зависимости от того куда пойдет ветка я оставлю боковой побег который пойдет более вертикально смотрим вот на эту веточку вот она имеет такое толстое основание которое от земли идет развилочка и сюда сюда сейчас вот здесь покажу так и другой стороны под этой веткой есть еще вот такая ветка и вот это здесь очень загущена на мой взгляд поэтому вот этой я подумаю сначала буду решать вопрос здесь здесь я удалю полностью вот эта ветка дала два хороших побега здесь побед боковой он очень тонкий от него ждать в следующем году совершенно нечего поэтому я вот так его сниму а так как эти ветки находятся на периферии то я их сделаю на две почки вот здесь я вам показала что вот эти ветки находятся очень близко друг от друга они буквально вот мешают поэтому я думаю что я срежу эту ветку совсем вот здесь внизу посмотрим что она даст нам следующем году и от этого уже будем отталкиваться но секатор у меня здесь не возьмет я сделаю сучка резом и покажу вам результат вот такой небольшой пенек я оставила здесь потом замажу эти толстые срезы пока оставила вот так в процессе формирования потом посмотрю так вот эта ветка так вот эта ветка у меня смотрит наружу и в принципе она мне очень мешает прям вот здесь вот на дорожке мешает 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 поэтому я ее срежу здесь так вот эта ветка у нас так сейчас подойду с этой стороны так она вот имеет такой вид раскоряки раскоряки так пока сделаем так переходим вот на эту веточку вот здесь более слабая ветка здесь две сильных для начала мы удалим вот получается вот так вот здесь видите какие тонкие приросты здесь приросты в два яруса но они тоже тонкие поэтому на следующий год вот эти тонкие ветки здоровых хороших побегов они не дадут поэтому я думаю что я от них избавлюсь вот от этой всей верхушки так здесь повыше сделаем так получилось следующая ветка у нас идет вот такая толстая основная тоже с боковыми слабыми веточками поэтому я режу ниже смотрим вот на эту ветку вот она у меня была сформирована пеньки 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 вот здесь узел видимо она давала слабые ветки и я их убирала и вот эта ветка у меня смотрит вот так вот внутрь куста совершенно некрасиво поэтому я думаю что я сниму ее вот над этой почкой если получится секатором если нет значит сучка резом нет не получается ребята сейчас сделаю покажу вам вот такой пенек остался после среза переходим дальше так вот у нас толстый ствол и от него идет вот такой толстый побег уже многовековой и вот сюда вот сюда он близко к этой веточки так думаю что я срежу его ниже вот этой потому что тут вообще одни срезы тут все уже зарубцевалась думаю что я вот здесь срежу пока вот так ну вот что получилось у меня снизу и смотрим теперь вот на эту ветку вот смотрите она идет сюда она хорошая а это идет как раз за ней вот когда я формировала раньше я конечно многого не знала я сейчас-то многого не знаю но тогда конечно стригла бездумно и вот они такие могучие ветки выросли конечно я пока от них избавляться не буду пускай они вот так стоят хотя они тут и обнимаются совсем очень даже дружно ну что делать так вот идет веточка и от нее еще вот такая здесь развилка со слабой веткой и здесь еще вот такие две не очень такие прочные поэтому я думаю что я под ней срежу вот здесь почка отступаю стричь дело не хитрая ну вот что пока у нас вырисовывается остается у нас вот эта боковая и вот эти центральные ветки это уже второй ярус веток пошел вот он нижний это уже второй я его сделаю повыше и вот такая рога . у меня получилось дальше переходим вот на эти ветки вот эта ветка вроде бы как смотрит и внутрь куста но с той стороны и ничего не мешает видите пустое пространство поэтому я ее оставляю и буду срезать вот под этой развилкой так здесь вот так вот ее немножечко соподчиняюсь этой веточкой так примерно получается вот они получились у нас на одной высоте так вот эта ветка это ветка какая так здесь вот так у нас три развилки здесь внутренние я ее сниму эти оставлю повыше вот эту всю развилку я сниму так вот у нас . здесь получится у нас пониже нас краю и здесь делаю повыше и вот такой скелет получился так но мне не нравится немножко вот эта ветка она очень выдается вверх или вот это высоко или вот это не очень вот здесь я пожалуй сделаю надрез пониже и здесь пониже вот пока что как-то не смотрится эта ветка совсем не смотрится делаю пожалуй их одинаковыми так вот эти они будут у меня в центре они будут выше так вот это вот это мне не очень нравится так сейчас подумаю но вот над этой веточкой подумала вот как-то прямо на вот или тут очень все близко и как-то издалека на не смотрится я думаю что гранди флора выдаст мне хорошие ветки и вот здесь так ну вот с каждым разом становится все меньше и меньше теперь вот смотрю на эту ветку совсем она очень низко от земли и и вот совсем она мне не нравится я думаю что я ее обстригу обстри совсем низко вот здесь закрою слоем земли и посмотрю выдаст ли она мне побеги вот из этих тут нулевых почек здесь еще есть узлы но если выдаст и даст корни то я всегда могу ее отрезать на новое растение если нет то то нет значит такая судьба ее но она явно здесь мешает сейчас возьму секатор и проделаю эту манипуляцию вот что получилось у меня в результате обрезки если посмотреть сверху значит вот здесь у нас все просторно за исключением конечно вот этой ветки которая перекрещивается вот 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 стой но жалко честно говорю жалко обрезать такие стволы так сбоку получилось вот такая картина будем наблюдать что у нас это что у нас это гортензия скажет весной какие она даст боковые приросты насколько они будут сильные и какое цветение она нам покажет всем спасибо за просмотр всем хороших дней и чтобы все успели все сделать зимнему сезону